Но на каждый день я предпочитаю более легкое и компактное решение Spiderco Native 5. Приветствую вас на канале Ножи. Сегодня коротко расскажу о коротком ноже. Spiderco Native 5 Lightweight Black. Бывает разных цветов и с разными сталями, но сегодня о черном. Давайте посмотрим на его характеристики. Сталь-порошок S30V. Профиль клинка Drop Point. Покрытие DLC. Длина ножа 17,7 см. В сложенном виде 10,2 см. Длина клинка 7,5 см, из которых рабочие 6,3 см. Замок Back Lock. Я блины утром делал, муку взвешивал. Вообще, выключи камеру. Вес примерно 69 грамм. Цена около 120 долларов. Производится в США. Нож крайне компактный. Отлично сидит в кармане. Способ открытия 2. Двумя руками и большим пальцем. Вот так. Также можно, если очень постараться, стрельнуть средним пальцем или открыть, держась за клинок. Но это требует сноровки. Можно приделать за Spider-Hall стяжку и получить заколхоженный Wave для открытия за карман. Но что-то мне не очень хочется этого делать. Клинок небольшой. 6,3 см. 1 см отдали под чойл. Сталь. Порошок. С30В от Spive. Заявленная твердость. 59-60 параквелла. Рез хороший. Говорят, что они при закалке занижают твердость. Я не измерял. Сказать ничего не могу. Обычно править приходилось после небольших заминов. Случайно соскользнул и ударил по стеклу. Или зацепил по какой-нибудь железке. Сколов не было. Толщина обуха 3 мм. Присутствуют насечки. Покрытие DLC держится хорошо. За 9 месяцев активной эксплуатации нигде не стерлась. Ну, может быть, слегка поцарапалась на чое ли приправки. Сведение составляет 0,4 по всей длине. Замок Backlock. Тугой, хороший. Люфтов и зазоров нет. Больше по нему сказать нечего. Рукоять сделана из пластика ФРН. Анатомической формы. С удобной насечкой Vulcan Grip. В руке сидит очень удобно. И не скользит ни при каких условиях. Карман слегка дерет. Клипса неглубокой посадки. Также с покрытием. Устанавливается на 4 позиции. Как хочешь, так нож и носи. Умеренно тугая. На карман садится хорошо, держится уверенно. И выскользнуть из него не пытается. Темлячное отверстие не крупное, в диаметре 4,7 мм. Я думаю, сейчас самое время подписаться и нажать колокольчик. А в конце этого ролика написать комментарий. Это очень поможет каналу в продвижении. Нож крайне простой. Состоит из клинка, осевого, двух плашек, коромысла, пружины и клипсы. Даже шайф в привычном понимании нет. Они являются частью плашки. Все основные винты. Торкс, восьмерка. Не считая тех, что на клипсе. Это очень удобно при обслуживании ножа. Этот нож чаще других бывает у меня на кармане. Его длины хватает для всех моих повседневных задач. Но нарезка продукта в них не входит. Можно порезать стяжки, заточить карандаш, вскрыть коробку или снять изоляцию с провода. Ну и, конечно, самое любимое – отрезать ниточку с одежды. Сидит в руке великолепно. Большой палец сразу отправляется на стечки, указательный в чойл, ничего не мешает и не натирает. Тот же багаут от Бэчмейда уступает по эргономике в разы. Я сравнил его со всеми любимым у Спайдерка пара 3. Нейтив мне нравится больше. Как по мне, это истинный городской EDC. Компактный, легкий, удобный. Рекомендую. В следующий раз расскажу вам про свежее приобретение. Steelview Nutcracker. Он же щелкунчик. Компактный, легкий, удобный.